Ребята каждый день учатся правильно читать намаз. Наизусть знают десятки аятов и хотят поступить на теологические факультеты. Говорят, что мечтали об этом с детства. Но откуда эта мечта у них появилась, толком и не знают. Поэтому в концепции отдельная глава о том, что образованию мусульман надо уделять большое внимание. Концепция предусматривает обучение основам религии, начиная со школьной скамьи и до имамов. Кроме того, будет наведен порядок на распределение квот на посещение святых мест. Тщательный анализ деятельности требуется и самого духовного управления. Верить в Бога это лучше, чем спиваться или сесть на иглу. Но религия в Кыргызстане за последние годы стала атрибутом показушности, говорят теологи. На улицах можно увидеть женщин, укутанных в хиджабы, мужчин с бородами. Однако не все они религиозно грамотны, и их поведение не отвечает законам шариата. С этим не спорят и муфтияти. Чтобы правильно понять ислама и держаться, чтобы традиционным исламом ханафитского масхаба, мы работаем через имамов, и плюс учебные заведения, у нас 83 учебные заведения, единая программа. Эта работа требует не только сил, но и больших средств. Поэтому был создан фонд «Иман», куда общественные деятели и меценаты вносят свой вклад для проведения реформ в религиозной сфере. Свою помощь предложила и Турция, выделив 10 миллионов долларов. Такая договоренность достигнута между Алмазбеком Атамбаевым и Реджеп Таип Эрдоганом еще летом. Если замалчивать, значит дать возможность радикальным верослужителям расширять свою деструктивную деятельность. По мнению экспертов, настало время, когда государство не может быть в стороне от бесконтрольных процессов в религиозной сфере. Сегодня в стране существует свыше 2000 религиозных организаций, столько же мечетей. Действует 75 учебных заведений исламского и 16 христианского направлений. С каждым годом растет число экстремистских организаций, прикрывающихся религии. В последнее время появились и вербовщики наших граждан в Сирию. Работа будет не из легких, говорят эксперты. Задача государства сделать так, чтобы религия стала стабилизирующим фактором. А для этого государственные органы должны определить, где настоящая религия, а где ею пользуются экстремисты и политические силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова